приветствую в целом нечастая работа нечастая тема видео на канале сейчас будет разбираться рукоять ножа для того чтобы он впоследствии был переделан значит видно или нет достаточно да видно в принципе мне как по-другому в штативе камеру не поставить и так ну классически что делают обычно обычно разбивают просто рукояти раскалываю до молотком но ну как сказать я не кажется что это не очень хороший вариант в плане того что какие будут последствия мало ли как сделан хвостовик непонятно может он день наклёпан приварен еле-еле шпилечкой или еще что то такое поэтому я думаю что я вот так вот сейчас просто по контуру распилю вот по кругу и посмотрим ближе наверное к навершию вот а там видно будет нож будет полностью переделываться и в принципе вы будете скорее всего поэтапно это наблюдать поехали вибрация от реноватора дает любопытный эффект нож от вибрации выжимается из зажима точилки вот понятно что точилка не тиски у меня тиски есть но я не смогу снимать там где есть тиски поэтому дай зажиму в точилку но в точилке вот держится она конечно с трудом вываливается и так сейчас перезажил ну распилена уже прилично но пока на чем держится хвостовик смысле навершие непонятно состоит пока не поймали едем дальше вот добрался до металла по ходу пьесы просто какой-то тонкий прутик сейчас переверну ну обычно ножи обклеиваются как следует перед зажатием скотчем всякое такое но учит вашу здесь клинок будет полностью перешлифовываться здесь вообще никакого смысла нет его обклеивать как бы абсолютно никакого смысла нет сейчас сначала закончу демонтаж потом дальше будем двигаться как так так когда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это осталось немножечко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, всё, наверно, сняли. Ну, здесь хвостовик такой, очень приличный. Это было всё накручено. На гайку совершенно чётко. Вот здесь уже видно, наверное, залито даже чем-то. Ну, это алюминий. Вот, а здесь смотрим, как это. Скорее всего, наколочено. Наверное, по кругу тоже придётся дерево снимать. Так. На деревеях такая, кстати, крепкая. Плотное очень дерево. Внутри, да, всё залито эпоксидной смолой. Это чувствуется, это видно прям. Ну, может быть, не конкретно какой-то эпоксидной смолой, но совершенно точно каким-то полимеризующимся составом. Вот. Значит, ну, хвостовик, в принципе, остался довольно большим. Эта штука где-то, наверное, здесь приварена, а здесь идёт хвостовик. Интересно, какого размера. Ну, сейчас тогда отпилю прямо вот в этом месте, и будет видно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что на данном этапе мы имеем? Рукоять после только распилки на три половинки, три части, скололась, держалась на эпоксидке, держалась хорошо. Хвостовик. Вот он. Значит, ну, в принципе, довольно скромный. Вот. Но подсадной монтаж вполне нормально. Вот эту шпилечку с резьбой подумаем ещё, может оставим, может, оставим, может, нет. Вот. Что касается... Вместе с неё что-то другое. Что остаётся по демонтажу? Остаётся снять, собственно говоря, бальстер. Он держится, так вот, вколочен очень от души, поэтому я тут уже колотил, наверное, не знаю, минут 10-15, колотил, чтобы его просто снять с клинка, как бы, в месте, где он притёрт как следует, подогнан. Вот. Ну, а теперь надо каким-то образом его спустить по хвостовику. Но чует моё сердце, что это может просто не получиться, потому что он где-то здесь подклинило, и уже он просто ни туда, ни сюда. Вот. Я думаю, что я его просто распилю. Другого варианта не остаётся. В принципе, сейчас тиски и так далее, и тому подобное. Вот и бальстер с гардой тоже снят. Вот он. Пришлось его распилить, иначе просто не получалось его оттуда никоим образом выколотить. В итоге вот старая рукоять во всех её составляющих. Ну, а вот клиночек с хвостовиком. Ну, в принципе, теперь начнётся работа с клинком. Буду показывать отдельно. Обработал хвостовик. Вот он у нас такой. Теперь шероховатый. Буквально 80-я шкурка. Зачем? Шероховатость нужна для лучшей адгезии во время монтажа. Ну, и, собственно говоря, сразу видно, что хвостовик, конечно, не так, чтобы прямо идеально ровный. Но я думаю, что во время монтажа, перед монтажом, это поправим. Ну, и, собственно говоря, бросается в глаза теперь уже на клинке. Не очень симметрично сделанный спуск. Если сарка не очень симметричная, то есть клинок. И смотреть, сдвинут вот так в сторону. Ну, есть такой момент. Ну, что делать? То есть, с этой стороны спуск под большим углом, здесь под меньшим. Вот. Теперь, что у нас дальше? Дальше, значит, у нас задача полностью перешлифовать клинок, чтобы убрать царапины. Царапин много. Реально много. И они, ну, не так, чтобы прямо очень глубокие, но есть такие крайне неприятные царапины. Вот. В данном случае номер на ноже ничего не означает. И это просто, как бы, ну, та часть необходимая, которую нужно сохранить. Ну, собственно, вот, буду работать, покажу по результату. Работаю над клинком. Дол есть. Дол вещь проблемная в плане шлифовки, полировки, потому что дол делают на специальных выпуклых кругах, наверное, я так понимаю. Вот. Камень просто точильный. Придают ему форму. И начально таким покупают. И вперед. Но когда дол надо уже на готовом ноже отполировать, ничего не остается, кроме как, вот, поработал над плоскостью, а потом делается, что берется шкурочка, сворачивается в трубочку, опускается вдол, приживается и вперед до тех пор, пока не будет выведено в это зерно. И так каждая шкурка, которая проходится по клинку, вот. Оказалось, очень удобно зажать за хвостовик нож. Прекрасно держится в точилке. В тот случай, когда не надо ничего проставлять сюда, да, царапин мы здесь не боимся, поэтому каких бы то ни было сложностей нет в плане скольжения или еще чего-то. Нож сначала на грубой шкурке я делал. Ну, как на грубой, на 240-й. Вот. Сейчас тоже 240-й, но другой марки. Это Мирка и та, и та. Вот. Но сначала я делал одной. Она больше снимает металла, и она дешевле, потому что она сильнее расходуется. Вот. А впоследствии вот эта уже более дорогая Мирка, которая дает лучшую поверхность. Но она подороже будет. Вначале, когда у нас было убирать крупные царапины, их было много, очень много на клинке было царапин. И они были, кстати, достаточно глубокие. Вначале движения делались как? Я один раз прошелся продольно, потом прошелся поперечно, чтобы были лучше видны, ну, сначала одни царапины, да, продольные. То есть царапины видны перпендикулярно тому, что ты наделал, в хорошем смысле слова, да. Соответственно, сделал продольные риски, видишь, хорошо поперечные царапины. Сделал наоборот, соответственно, наоборот. Поэтому я один раз сделал так, потом перешифровал в обратную сторону, тем же зерном. И в итоге все царапинки старые все убрал, вывел. Вот, нож меня уже дважды кусил, в оба раза большие пальцы. Ну, как вам сказать, когда этот нож мой, вот, я обычно его после этого продаю. То есть если нож меня кусил, как бы именно, вот именно нож кусил, не я там об него порезался, сделал там глупость, а именно нож, как-то неожиданно, скажем так, да, это произошло, то есть нож меня кусил. Я обычно такие ножи себе не оставляю. Вот, когда речь идет о клиентских ножах, примета другая. Если нож кусил, значит, получится хорошо в итоге. В конечном итоге все будет клево. Ну вот, перевернул клинок, сейчас покажу. То есть, в принципе, уже достаточно все прилично. Уже. Но это у нас только 240-ая шкурка, а мы полируемся. Покажу дальше. Первый этап восстановления ножа закончен. Нож демонтирован. Хвостовик слегка обработан. Ну и отполирован клинок. Максимально убраны все царапины. И алмазными пастами, в принципе, клинок полирован в абсолютное зеркало. Единственное, что, так как слесарка делалась, скажем так, очень давно у этого ножа, то плоскости здесь нет практически нигде. Однако, как видите, это абсолютное зеркало, как оно есть. Можно увидеть отражение чего угодно. Вот от части камеры. Отверточка вот у нас абсолютно отражается. Вот такая вот штука. Получился такой, знаете, как жидкий металл. Потому что нет плоскости. И вот он все время перетекает, отражает и так далее. В принципе, договаривались на финиш продольный сатин. Но, учитывая твердость металла, он достаточно твердый. Я, на самом деле, посоветую оставить как есть. Может быть, прям полная полировка будет смотреться симпатичнее. Сатин, в принципе, всегда можно сделать. Вот. Ну, покажу хозяину. Интересно, в принципе, может быть, продольный сатин действительно здесь не понадобится. Вот. Как вы относитесь, кстати, к продольному сатину, поперечному сатину и сатину в частности? Машинному, ручному? Вот. Как бы вы оставили? Оставили бы вы полировку или вы бы скорее все-таки предпочли бы сатин или какой-то другой финиш? Давайте это обсудим. Это любопытно.